Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы обратимся сейчас к 21 главе книги пророка Езекииля. По сравнению с предыдущими главами, 21-я несколько отличается. Можно даже сказать, что она в каком-то смысле начинает с собой новый раздел книги пророка. И начинается она с нескольких, фактически двух следующих одно за другим пророчеств, центральным образом которых, именно зрительным образом, является заостренный и вычищенный меч. То есть меч, подготовленный к битве. Потому что дело происходит, как вы понимаете, в глубокой древности, когда стальные орудия, да и бронзовые, кстати, тоже, если остаются без употребления, то покрываются либо ржавчиной, либо патиной, и острота их снижается, поэтому перед битвой необходимо заострить и вычистить меч. И вот оба, и первое, и второе пророчества, это пророчество о мече, который Бог извлекает из ножен. Вот он говорит Иезекиилю, произнеси слово на святилище и из реки пророчества на землю Израилеву. Таким образом предлагается Иезекиилю сказать некоторое слово, исходящее из уст Божьих, потому что так повелел Бог, а не потому что кто-то там слушает или нет. В начале книги, напомню, Бог говорит ему, иди и говори им, будут они слушать или не будут. И вот, собственно, Господь обращается к земле Израилева и к Иерусалиму и говорит, вот я на тебя извлеку меч мой из ножен его, вот я на тебя. Насколько можно судить, мечом Божьим в данном случае назван не столько конкретно царь Новохудоносор, сколько скорее вообще Вавилонское царство или Вавилонские войска, потому что кто каким образом действует по большому счету не так важно, но важно, что все это вместе и царь, и царство, и войска становятся таким вот наостренным мечом, несущим гибель Иерусалиму. «И истреблю у тебя праведного и нечестивого». Вообще говоря, ужасно звучит эта фраза. Что значит «истреблю у тебя праведного и нечестивого»? По крайней мере, современный читатель с трудом соглашается выслушивать эту логику, потому что кажется, что нечестивый должен быть наказан, праведника следует поощрить. За его праведность ему полагаются какие-то бонусы, а наоборот, нечестивому, поскольку он нечестивый, следует понести на себе последствия своего нечестия. Однако ж Господь здесь говорит «истреблю праведного и нечестивого». И затем еще раз будет повторено это выражение, потому что оно важное. Что мы, в общем, можем об этом думать? Что Господь все-таки говорит здесь «иезыкилю»? Во-первых, будем помнить о том, что подобного рода выражения «земля и небо, праведник и нечестивый, жизнь и смерть, мужчина и женщина», и можно еще там «небо и земля», можно еще найти какое-то количество аналогов. Такие парные определения, которые состоят из двух противоположных слов, и включают в себя все, что между этими двумя противоположными понятиями заключается. Это как крайние точки шкалы. Поэтому, когда Господь говорит «истреблю тебя праведного и нечестивого», имеется в виду именно весь спектр нравственного, если хотите, разнообразия людей в Израиле. Хотя, по совести сказать, от того, что мы так это дело прокомментируем, справедливее не станет. Все равно получится, что Бог губит праведного с нечестивым. Авраам, когда видит Бога, направляющегося в Содом для того, чтобы покарать его, говорит, не может такого быть, владыка всей земли поступит ли неправедно, не может такого быть, чтобы ты покарал праведного с нечестивым. Таково ощущение Авраама. Хотя мы можем тоже вспомнить, что зафиксирован, фактически внесен в состав Священного Писания этот рассказ об Аврааме, может быть, даже и позже того текста, о котором мы сейчас говорим. Так или иначе, вот здесь сказано, ты не погубишь праведного с нечестивым. Здесь, в 21 главе Езекииля сказано, истреблю у тебя праведного и нечестивого всех. Речь идет об истреблении, которое не определяется нравственным состоянием отдельных конкретных людей. В чем же дело? Почему такая вещь, казалось бы, очевидна для нас, очевидна, несправедливая, все-таки Богом говорится? Ну и, пожалуй, наиболее осмысленным будет вот какое объяснение. Речь идет о народе как целом. То, что мы, как правило, не применяем вот такой способ рассуждений, народ как целое. Вот он описывается всем этим спектром, от праведного до нечестивого. Весь народ Израилев, он в каком-то смысле представляет собой такую, как теологи любят говорить, корпоративную личность, и предстает перед Богом как нечто единое и целое. Ну, тогда да, тогда этот народ, как результат своих грехов, гибнет. И, пожалуй, самое важное, что в связи с этим надо заметить, это то, что отношение к этому народу Божьему как к единому целому, с единой ответственностью, единой судьбой, тоже кажется, по крайней мере, современному читателю, радикально несправедливым. Нам кажется явно, что должно происходить как-то по-другому, как-то по-другому. Но это уже размышления, которые возникают у нас с вами в головах, сильно забегая вперед в сторону Нового Завета. Здесь же еще пока понятно, интуитивно понятно для людей, что вот Бог приходит на праведного и нечестивого, и его заостренный меч, приготовленный к битве, он будет карать и того, и другого. И узнает всякая плоть, что я, Господь, пошлю меч свой на всякую плоть от юга до севера. Вот и узнает всякая плоть, что я, Господь. Собственно, речь идет о том, что когда пророчество исполнится, когда то, что Бог повелел Езекиилю произнести, станет реальностью, тогда люди убедятся в том, что Бог един, в том, что Он говорит в справедливости Его слов. Следующее пророчество. Было ко мне снова слово Господне. Скажи, меч наострен. Снова тот же образ заостренного, вычищенного оружия. И дальше, смотрите, вторая половина десятого стиха совершенно удивительная. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Кого, во-первых, имеет в виду Бог под сыном его? Причем здесь жезл? И причем здесь всякое дерево, которое он попирает? Насколько можно, ну, хотя бы приблизительно, насколько можно судить? В данном случае Господь называет сыном своим не спасителя Христа, как мы привыкли это делать, а называет сыном своим народ Божий. И это важная очень вещь, на которую необходимо обратить внимание. Он говорит о некоем жезле, знаке власти, символе власти, который в руках у того, кто усыновлен Богом, кого Бог называет своим сыном. Еще раз повторю, здесь не идет речь о Господе Иисусе Христе. Вот пророк призван сказать, «Жезл сына моего, говорит Бог, презирает всякое дерево, и Бог, как оказывается, не может этому радоваться. Вместо этого он берет меч в руку». «Презирает всякое дерево». Эта часть формулировки, насколько можно предполагать, относится к превозношению народа Божьего над всеми другими народами. В это время рядом с Израилем уже не остается никого, кто следовал бы правде Божьей. И все народы в той или иной степени впадают в язычество, да во многом и сами жители этой земли. Но важно, что они считают, что с нами благословение Божье, с нами помощь Божья. Мы лучше, мы умнее, мы шибче, и мы больше заслужили. И если, значит, вот что-то Бог будет благотворить, так Он будет благотворить нам по заслугам. Вот это и есть – «презирать всякое дерево». И чему тут радоваться, что так происходит? Превозношение, высокомерие – это вещь крайне небезобидная. Вот. И таким образом получается, что Бог говорит о том, что ничего хорошего в этом превозношении народа Израилева нету, потому что и сам народ Израилев грешен перед Богом, виновен в нарушении заповедей. Дальше мы увидим гораздо более конкретный об этом разговор. И вот Господь говорит, «Я дал вычистить свой меч, теперь, сын человеческий, иди и рыдай, потому что вот этот меч на народ Божий Израиля». На народ Божий Израиля. Все-таки многие пророки надеялись, а многие прямо перпендикулярно воле Божьей предсказывали, что все-таки Бог пощадит свой народ, опасность минует, отойдет куда-то в сторону. Вот. Не так происходит. Бог говорит, «Стянай и рыдай, сын человеческий, потому что этот меч на народ мой, на всех князей Израилевых, которые будут отданы под меч вместе с народом Божьим». Потому что этот меч, который в руках Господа, сильнее всего на свете, в том числе и сильнее жезла Израилева, и этот жезл не устоит. Вот такие два взаимодополняющих пророчества мы видим с вами в самом начале 21 главы. Дальше Господь являет Изекиилю некоторый образ поражаемых, которые гибнут от этого Божьего меча где-то в разных землях, в Израиле и не в Израиле, где-то в пространстве Передней Азии вообще. Вот и это количество погибающих увеличивается, увеличивается, меч удваивается, утраивается, меч на поражаемых. Ты, говорит Господь, увидишь, как я поставлю у ворот грозный меч, и куда бы ты ни пошел, куда бы ни обратилось лицо твое, иди налево, иди направо, я буду перед тобой и утолю гнев мой. Таким образом, наказание для праведных и нечестивых, для всех людей, соединенных этой общностью, какой бы искусственной ни казалась нам эта общность, но для них-то она была реальностью, вот эти люди могут идти направо или налево, но уклониться от гнева Божьего нельзя. И меч, который наостряет для битвы Господь, он поражает всякого. Дальше, несколько более конкретно выглядит рассказ, еще одно пророчество, о тех же самых событиях, потому что вот Господь обращается к Езекиилю и говорит ему о том, что вот представь себе вавилонского царя, вот этот меч у него в руке, тот самый меч, которым в начале главы, который в руке Божьей, и Бог поражает праведного и нечестивого, вот этот меч в руке царя вавилонского, начертай, говорит Господь пророку, начертай две дороги. Трудно сказать, имелось ли в виду, что он будет говорить о них, или что он нарисует там карту на земле или карту на песке. В конце концов, это не так важно, а важно вот, что представь дорогу, по которой меч, то есть войска, шли бы в Раву сынов Омоновых и в Иудею сынов Иерусалимских. Вот эти две расходящиеся дороги должен представить себе Езекииль. Дальше он говорит, что царь Вавилонский остановился на распутье, он не знает, куда идти. Видимо, речь идет о вполне понятной политической ситуации, когда надо было предпринять поход против ОМОНа и против Израиля. И в конечном итоге вот царь Вавилонский выбирает для того, чтобы какое-нибудь решение принять. Причем гадает, то трясет стрелы. Не очень понятно, каким образом так гадали, но как-то гадали. Вопрошает Терафимов, рассматривает печень. Обратите внимание, что это все магические гадательные средства, взятые из разных религиозных культов. И вот вроде бы даже царь Вавилонский получил ответ, что вы не идти в Иерусалим, но в то же время ему самому этот ответ не нравится. И это гадание показалось в глазах их лживым. Ответ, который получает этот самый Вавилонский царь. И поэтому он, вспомнив об их вероломстве, положил взять Иерусалим. Здесь речь идет о том, что после угнания первого караванопленных был поставлен в Иерусалиме марионеточный царь, который довольно быстро замыслил восстание против Вавилонского царя. Ну и, соответственно, поступил по отношению к Вавилону вероломно. Вавилон заставил Иерусалимского правителя дать клятву, присягнуть на верность себе, присягнуть на то, что если двинутся египетские войска, то вместе с другими народами иерусалимские правители должны стать для египетских войск преградой. Пророк, практически между строк, сообщает, что Иерусалимский царь предал Бога и предал Вавилонского царя. И в этом есть что-то похожее. Точно так же, как он оказался способен пренебречь, предать Вавилонского царя, точно так же он оказывается способен пренебречь и предать Бога. И поэтому, говорит Господь, вспомнив о вероломстве, Он полагает взять Иерусалим, взять его начальника, взять преступного вождя Израиля, которого день наступил ныне. Собственно говоря, преступность этого вождя заключается в том, по-видимому, что он не сдержал перед Богом то обещание, которое он дал не Богу, а другому народу, другому народу, другому государству. Тем не менее, вот этот преступный вождь Израиля будет наказываться Богом, потому что ложь разрушительна, врать нельзя, независимо ни от чего, какими бы возвышенными целями ты это не прикрывал. И еще, заметьте, Господь говорит в этом пророчестве вот что, 25-26 стихи, Он говорит, «Ты сними с себя золотую диадему, золотой венец, который обычно бывает у царей, и сложи этот венец, этого уже ничего не будет. Униженное возвысится и высокое унизится». Это, конечно же, та же самая формулировка, которую будет не раз использовать в Евангелии Господь Иисус Христос, когда Он говорит о том, кто хочет быть большим, да будет всем слугой, кто хочет быть первым, да будет последним, и так далее. Здесь, фактически, забегая вперед, автор книги Изигили свидетельствует о том, что и выражение, и образ ему самому вполне знакомы. Униженное возвысится, высокое унизится. В данном случае применительно к народам, согрешившим или не согрешившим перед Богом. И заканчивает 21 главу небольшой фрагмент, посвященный сынам Аммона. Это один из соседних народов, народ языческий. И Господь говорит о том, что меч обнажен для заклания, вычищен для истребления. В общем, то же самое, что сказано об Израиле. Потому что, вероятно, видите, там шел разговор о том, что вавилоняне могут повернуть на Аммона или на Израиль. Одно из этих двух направлений. И если гнев Божий обрушивается на Израиль, это не значит, что сыны Аммона могут считать себя в безопасности и в полном порядке. Потому что они тоже поклоняются идолам, потому что они тоже поступают нечестиво. И поэтому те, кто обнадеживают Аммон. Те, кто говорят, что, ну, вавилоняне пошли на Иерусалим, значит, сегодня эту беду пронесло мимо нас. Нет, говорит Господь через Иезекииля, на земле происхождения твоего буду судить тебя и залью на тебя негодование. И таким образом Господь обещает и Аммон тоже подвергнуть каре, подвергнуть истреблению. Почему? Потому что вот этот меч Божий, наостренный и вычищенный, он идет не для того, чтобы удовлетворить сердитость Бога или его страсть к гневу. Нет, для того, чтобы изменить людей, изменить жизнь этих народов. Поэтому вот на земле происхождения твоего буду судить тебя точно так же, как судится мечом Израиль. Ты будешь пищей огню, кровь твоя останется на земле, не будут вспоминать о тебе. Кровь твоя останется на земле, значит, исчезнет жизнь, и все, и некому будет позаботиться об этих народах, отданных Вавилонскому царю, которые названы здесь мечом Господним. Еще раз хочется напомнить, что наше сегодняшнее представление о справедливости, о том, как должно быть у Бога, всему этому совершенно не соответствует. Но это, в общем, вопрос, который каждый из нас призван задавать сам себе. Как же так? Почему вот так, как кажется, несправедливо поступает Бог? Есть ли для этого какие-то объяснения? И это вопрос, на который каждый из нас так или иначе получит свой ответ?